Мы приехали в полку мира просто Вот и закончился этот день Самый сложный день За последние две недели Почему за последние две недели? Потому что не было вестей от нашего друга И вот обнаружили его в таком состоянии Его любимый племянник Организовал вечер памяти Вот в этом кафе Я сегодня побывала у мамы и тети Ну, как обычно Магазин, закупка продуктов Приготовление еды И в конце мне было сказано Ты уйдешь в конце концов или нет? Ну, такие девчонки у меня смешные Конечно, это было сказано с чувством юмора И вот сейчас, возвращаясь От мамы и тетей Решила вам рассказать, как вчера все было Я не знаю, стоит это рассказывать или нет Может, надо А может, нет Никакой особой информации Этот рассказ не несет Ничему не научит Ничего вы не узнаете Нового из этого рассказа Просто так было И оно было вчера И я такое видела впервые Ехали мы очень долго Приехали мы В морг судебно-медицинской экспертизы В руках цветы Нас пригласили В траурный зал Мы вошли На парапете стоял гроб А в гробу Черный пластиковый мешок Сверху Мешок был закрыт сауном Такое зрелище Многих повергло в шок Вот поверьте Не каждый день Такое видишь Когда ты приехал Проститься с человеком А увидел Черный пластиковый мешок После смерти Тело Володи Пролежало долго В теплой квартире И восстановить Даже для похорон Не было возможности Я иду сейчас по снегу Снег хрустит под ногами Вот такие комочки Очень сильное впечатление Произвело это На всех все стояли Открыв рты Пораженные Групп казался Настолько маленьким Для этого большого мешка Мысли путались в голове И так-то никто не мог понять Вообще, что случилось И почему он Добрый, тихий, порядочный человек Отзывчивый У всех сохранилось Много розеток Вилок Проводка Электрическая В квартире Потому что Володя помогал У кого-то Холодильник Который нес Он Своими руками Помогал У кого-то Детская кроватка У кого-то Стиральная машина В каждой квартире Из наших друзей Есть напоминание О Володе Его не надо было Просить по 10 раз Сказав Однажды Можешь быть уверенным Что он приедет Буквально в течение часа И поможет И все сделает Ну как же так случилось Черный пластиковый мешок Он жил один Несколько лет назад У него умерла мама С женой не задалось А больше он не женился Как он говорил Я привык быть один Очень часто говорили Вовка Ну женись 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 Говорили про стакан воды Вы же все прекрасно понимаете Что стакан воды Это Не значит именно Стакан воды Стакан воды Это вот такая ситуация Тоже Стало плохо А вызовет врача Некому Приехали родственники Ну не всегда же мы Созваниваемся Каждый день Иногда день пропускаем А то и два А то и три Но потом звоним И здесь было то же самое Ну мало ли куда ушел человек Не сразу снял трубку В магазин уехал Друзья А потом он ее не снимает И не снимает Не снимает И не снимает Родственники поехали И увидели вот такую страшную картину А Ловка жил спокойно Тихо Никого не теребя Не тормоша Не навязываясь Не досаждая никому Так и ушел Не досаждая никому Но вот это ощущение Ужаса Пластикового мешка Вместо человека Наверное еще долго будет Стоять перед глазами Казалось бы Что тут такого Многие так заканчивают Свою жизнь Но почему-то Произвело Очень сильное впечатление На всех Пришли проститься С человеком Увидели Пластиковый мешок А ведь он был Другом для всех Для всех Своих друзей Как так Вот как так Зачем рассказал Не знаю Наверное потому Что до сих пор Не могу понять Не могу смириться Что так Быть не должно Ну а теперь Домой К Борису В нашем подъезде Почему-то Очень часто Меняются Консьержи Цветы Помните Какие здесь Были цветы И какие сейчас Кошмар И часы Стоят уже Который день На них Постоянно Половина Двенадцатого КОНЕЦ КОНЕЦ